Десногорск Санитарной уборки города Мы пытались в игровой форме Донести до детей Как и кем зарождалось Это направление Школьникам о первых полетах в космос Во дворе на воротах Сережа на воротах И вот так пошло, что очень нравится и стою Спартакиада трудовые резервы продолжается Проект, по которому будет построена АЭС АПКУЮ Лучшее, что есть сегодня В российских ядерных технологиях Заливка первого бетона АЭС АПКУЮ А сейчас об этих и других событиях подробнее Снежная зима в этом году Создала много трудностей Для работников коммунальных служб Зимой приходилось бороться с заносами и гололедом Расставил снег, нужно убрать весь песок Который сами же насыпали на дороги и тротуары Опытные блюстители чистоты В нашем городе уже знают Без ударного месячника По санитарной очистке города не обойтись Как подготовились службы в этом году Мы расскажем в нашем сюжете Многоквартирные дома в 4-м микрорайоне Обслуживает управляющая компания Смоленская АЭС Сервис Еще не везде сошел снег Работы по уборке территорий начались Сейчас мы осуществляем санитарную очистку наших придомовых территорий В первую очередь после зимы Мы убираем остатки песчано-соляной смеси Вот сейчас видим, техника у нас работает на наших дворовых проездах Проводим очистку газонов от мусора, от листвы У нас запланировано очень много, очень много работ Это такие работы, как ремонт малых форм Ремонт детских малых форм Это ремонт песочниц, покраска Обрезка порослей Ну и все работы по очистке, по уборке территорий Как вы видите, работы у нас идут полным ходом Техника у нас готова Персонал укомплектован инструментом Всем необходимым для санитарной очистки города Месячник по уборке города завершится большим субботником И к майским праздникам Десногорск обретет свой привычный опрятный вид Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон Который предусматривает административную ответственность водителей за пьяное вождение В случае, если в крови обнаружили более 0,3 грамма спирта Этот закон не изменяет ранее установленного значения содержания алкоголя за рулем По пробе выдыхаемого воздуха В Смоленске состоялся конкурс проектов по образовательной робототехнике Среди школьников, которые занимаются в технических кружках Ребята представили на суд жюри робота-погрузчика, робота-ветряка, а также робота-уборщика Который произвел особенное впечатление на экспертов Школьники не только рассказали о своих конструкциях, но и продемонстрировали технику в действии Со 2 по 13 апреля в Десногорском историко-крывеческом музее проходит интерактивно-образовательная программа «Первые шаги человечества в космос» Во время мероприятия сотрудники знакомят школьников города с началом время космических ракет, спутников и луноходов Это мероприятие приурочено ко Дню космонавтики 12 апреля 1961 года нашу планету потрясла весть Человек в космосе Мечта людей сбылась На корабле «Восток-1» первый космонавт Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли, который длился 108 минут Об этом и многих других интересных исторических фактах, связанных с космическими испытаниями, рассказали десногорским школьникам сотрудники музея Мы пытались в игровой форме донести до детей, как и кем зарождалось это направление в космос Ребятам была рассказана история освоения космоса Мы в игровой форме проверили, как они нас слушали внимательно Закрепили материал веселыми викторинами, практическими занятиями и играми Ребята остались довольны Больше всего мне понравилось разгадывать из букв разные слова Узнала, что была еще одна собака в космосе, которую звали Лайка Мы запомнили, что мы в галерическом музее поиграли и узнали, кто полетел первый человек Мероприятия приурочены к определенной исторической дате В нашем музее традиция Именно таким образом десногорские школьники узнают о интересных, а главное достоверных исторических фактах В областном центре прошла молодежно-патриотическая акция «День призывника», организованная администрацией региона совместно с военным комиссариатом области Участниками акции стали более 200 человек, юноши до призывного возраста из всех муниципальных образований нашей области Которые подлежат призыву и отправке войска этой весной Во время акции будущие новобранцы познакомились с боевой техникой, образцами оружия и амуниции Весенняя призывная кампания стартовала в России с 1 апреля и продлится она до 15 июля Привлечь на срочную службу весной планируется свыше тысячи смолян А сейчас немного о спорте 20 марта Десногорск присоединился к Спартакиаде трудовые резервы среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Проводит мероприятие региональное отделение общероссийской организации «Юность России» Уже прошли соревнования по дартсу, настольному теннису, шахматам и перетягиванию каната 4 апреля студенты состязались еще в двух видах спорта Соревнования проходили по баскетболу и футболу Гости к студентам Десногорского энергетического колледжа Приехали спортсмены из Козловского многопрофильного аграрного колледжа Техникума отраслевых технологий поселка Авторемзавод и Росхольдского многопрофильного колледжа Ребята играть будут по круговой системе, каждый с каждым Дело все в том, что команд у нас немного, время нам позволяет это сделать Поэтому, конечно, мы всем дадим такую возможность, каждый с каждым По результатам победители будут выявлены Поедут уже на финал в город Смоленск, где встретятся с командами победителей других зон нашей Смоленской области За право быть лучшими баскетболистами состязались девушки и юноши В упорной и сложной борьбе первыми стали мужская и женская команды Десногорского колледжа Лучшими футболистами оказались ребята из Росхавля Наша команда заняла третье место Это командная игра, слаженный дух И мы очень сплоченная команда Хорошая спартакиада Не было такой, вот я учусь уже на третьем курсе, еще ни разу не было вот такой спартакиада А сейчас вот в этом году произошла Я с детства занимаюсь футболом Вот играю в фоке С лет девяти, наверное Вот, до сегодняшнего дня играю Встал на воротах во дворе И так и пошло Во дворе на воротах Сережа, на воротах И вот так и пошло, что очень нравится и стою По словам участников спартакиады Возможность попробовать себя в самых разных видах спорта Один из бесспорных плюсов мероприятия Участвовал все время в баскетболе Мы выиграли сегодня Две команды, две игры было Мы две игры выиграли Заняли первое место Участвую еще в волейболе И сегодня в футболе Помимо игр студенты общаются Весело проводят время И болеют за своих друзей Впереди у ребят еще соревнования по волейболу Плаванию и легкой атлетике После подведения итогов по всем видам спорта Команда-победитель примет участие В зональных соревнованиях в Смоленске Главное управление МЧС России по Смоленской области Рекомендует любителям рыбалки отказаться от неоправданного риска При выходе на весенний лед На Десногорском водохранилище сотрудники ГИМС МЧС проводят профилактические рейды Во время которых проводят разъяснительные беседы с рыбаками И вручают памятки с рекомендациями Как действовать в чрезвычайной ситуации В завершении выпуска новости Росатома На площадке АЭС Акуи состоялась торжественная процедура заливки первого бетона Старт этим работам дали лидеры России и Турции Наблюдавшие за процессом в режиме телемоста Такой торжественной обстановке и такому масштабу мероприятия Позавидовали бы даже китайцы Признанные мастера организации красочных церемоний Главы России и Турции жмут руки в президентском дворце в Анкаре А за сотни километров от них В то же самое время в провинции Мирсин В небо устремляются тысячи воздушных шаров И начинается фейерверк Все эти действия – звенья одной цепи Старта этапа заливки первого бетона В основании первого энергоблока Первой в Турции атомной станции Акую Проект, по которому будет построена АЭС Акую Лучшее, что есть сегодня в российских ядерных технологиях Станция «Поколение 3 плюс» Она отвечает всем требованиям безопасности Выдвигаемым международным сообществом Акую, что в переводе означает «чистый источник» Сегодня у этого названия появляется новый смысл Мы построим здесь новый источник Источник чистой энергии И он принесет в дома Турции свет и тепло Но не только светом и теплом Хорош этот крупнейший международный проект, реализуемый Росатомом Строительство АЭС Акую повлечет за собой Создание тысяч новых рабочих мест и обеспечение контрактами Десятков промышленных предприятий в России и Турции К примеру, Волгодонский филиал «Атоммаша» В рамках заключенных договоров Уже приступил к изготовлению корпуса и крышки реактора Кроме того, здесь будут изготовлены комплект парогенераторов И четыре теплообменных аппарата Первый энергоблок АЭС Акую должен быть готов к 2023 году В этом же темпе будут построены второй, третий и четвертый энергоблоки Суммарная мощность атомной станции составит 4800 мегаватт Владеть и управлять этой атомной генерацией будет российская страна То есть Росатом получит выгоду не только от строительства, но и от эксплуатации будущей АЭС Продавая миллионы киловатт электроэнергии турецким партнерам Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание. До свидания Редактор субтитров А.Семкин